Всем привет! Пока вы наслаждаетесь последними летними деньками, дальневосточные академики считают морских ежей, казанские исследователи борются с кишечными инфекциями, американские ученые отказываются работать по ночам под страхом смерти. Подробности далее. Ученые Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения Российской Академии Наук разработали подводные аппаратные комплексы для учета морских биологических объектов. Робот двигается над морским дном по заданному направлению и, делая с помощью видеосистемы по два кадра в секунду, автоматически выдает общую картину расположения ежей, звезд, моллюсков и других объектов. Встроенные сканирующие приборы позволяют не только считать, но и оценивать их объем и размеры. Подводный аппарат может анализировать биомассу на любой глубине и площади, при любой температуре и на любом донном ландшафте, что позволяет реально оценивать запасы морских ресурсов и понять, сколько из них можно добывать без последствий для природы. Исследователи Казанского федерального университета создают диагностическую панель для оценки состояния кишечной микрофлоры на фоне радикационной терапии, инфекции хеликобактер пилори, а также ассоциированных заболеваний. Благодаря проведенной исследовательской работе ученые надеются просчитать слабые и сильные типы кишечной микрофлоры человека, отследить, какие группы микроорганизмов исчезают, какие начинают доминировать в кишечной микрофлоре при антибиотикотерапии, насколько больше становится генов устойчивости к антибиотикам у микроорганизмов и при каких условиях, какие существуют для человека риски при приеме препаратов. Ученые из Техасского университета в Остине заявили, что работа в ночное время может быть смертельно опасной. Из-за ночного бдения нарушаются биоритмы. Из-за нарушения биоритмов выбиваются из привычного графика физиологические процессы организма. Они вынуждены перестраиваться на новый график, что приводит к нарушению выработки гормонов. И даже если утром после ночной смены человек может поспать подольше, эффектный организм будет все равно отрицательным. Дневной сон не спасет организм от переутомления. В будущем человек столкнется с такими заболеваниями, как онкология, диабет, ожирение и болезни сердца. Поэтому желательно, чтобы ночной образ жизни не стал постоянным. Тогда впоследствии можно будет избежать множества проблем со здоровьем. Это были самые интересные новости науки на сегодня. Пока!